Доброе утро, дорогие друзья! Напоминаю, что вы находитесь на первом развлекателе, и сегодня мы поговорим об этике. Не просто этике, а этике в бизнесе. Кстати, этика бизнеса изданно являлась объектом изучения. Еще Аристотель в свое время приравнивал прибыль к ростовщичеству, а бизнес трактовался как одна из сфер человеческой деятельности. Во все времена особое внимание уделялось ключевому элементу предпринимательства, это предпринимателю и тем этическим устоям, на которых он базирует свое дело. Итак, что такое бизнес-этика и как обстоят дела в бизнес-этике в Молдове? Об этом и многом другом мы поговорим. Мы сегодня поговорим с нашей гостьей. В гостях у нас сегодня Наталья Гудима, президент клуба директоров технологии успеха. Доброе утро! Доброе утро! Перед тем, как перейти к теме этики в бизнесе, давайте мы вообще в принципе узнаем, что вы считаете этикой. Вот понятие этики для вас. И бизнес отдельно. Хорошо. Ну, люди путают этику с этикетом, да, как бы этика это вообще вот просто, чтобы люди поняли, да, как я поняла в свое время. Это то, что мне не нравится, я другим делать не буду, да, как бы вот простой такая дефиниция, да. А если говорить о бизнесе, что такое бизнес, да? Нет, то есть как бы этика, это, наверное, свод правил больше, да, того, что как поступать надо или как поступать не надо. Это, скорее всего, мораль или моральный кодекс. Этика это дело каждого. То есть если она либо у человека есть, либо ее нету, так скажем, да. То есть этим рождается? Ну да. То есть получается так, что есть люди, которые даже не читая никаких книг, они от себя, так скажем, ну, может быть, это прививается как-то с родительским, ну, с материнским молоком или с воспитанием, но они это делают, потому что они так считают правильным, да, как бы. Этику, так скажем, немножко сложновато внести в людей, хотя это можно сделать, ну, благодаря обучению, правильным данным, правильно прочитанным книжкам, да. То есть как бы так. Если говорить о бизнесе в нашей стране, да, вот хотелось бы узнать ваше мнение как президента клуба директоров технологии успеха. Что вы скажете о нашем современном молдавском бизнесе? Ну, вы знаете, в нашем бизнесе, в Молдове, это не очень популярно, так говорить, что я этичный бизнесмен, хотя многие кулаком в грудь себя бьют, да, но многие не понимают эту вещь, да, что это такое. То есть, в принципе, у многих в менталитете есть такое, что бизнес – это только деятельность для того, чтобы зарабатывать деньги. Вообще, что такое деньги? Деньги – это идеи, подкрепленные уверенностью. Ведь когда клиент к нам приходит, он заказывает у нас что-то, да, он еще не получает товар, он приносит, так скажем, свое пожелание, он отдает аванс, и у него есть определенная картинка того, чего он, представление, чего он хочет получить, у него есть уверенность, доверие к нам, да, поэтому он отдает нам эти деньги. Но когда тот же бизнесмен, не понимая того, чем он занимается, он пытается заработать только на клиенте, не давая ему взамен то, что решало бы его проблему, ведь клиенты приходят в любой бизнес. Пускай это будет парикмахерская, пускай это будет булочная, пускай это будет там сфера строительства. Человек к нам приходит, клиент, для того, чтобы решить какую-то свою проблему, улучшить какую-то сферу своей жизни, да. Да, соглашусь. И он ожидает этого от нас, и когда он этого не получает, он очень сильно расстраивается. Вот это и есть этика, то, что мы, как бизнесмены, мы, как люди, учредители бизнесов, мы должны, во-первых, у самих, ну, должны понимать, что это такое, и второе, что это нужно привить своим сотрудникам, да, вот как бы миссия компании сейчас очень модно на тренинги ходить, на семинары, об этом говорят, да, поэтому, ну, когда вся группа, вся команда так думает, клиенты остаются довольными. А кто такие клиенты? Это же наше общество, это же наши граждане, это же люди, которые нас окружают, и если мы им не даем то, чего они хотят, они, ну, получается, так скажем, падают по тону, они уже плохо говорят о бизнесменах, да, как бы вот этот вот момент. Наталья, то есть если я правильно понимаю, когда я захожу в магазин, и у меня складываются ощущения, что я мешаю продавцу работать в этом магазине, то есть это как раз таки вопрос к директору этого магазина относительно этики. Наверное, да, потому что в зависимости... Потому что я прихожу, чтобы мне помогли улучшить мою жизнь, да, при помощи нового шарфа или шапки, да, а в итоге я понимаю, что я испортил настроение продавцу. Вы побеспокоили ее? Ну, это так и происходит в нашей стране. Бывает, особенно, когда ты заходишь в какой-то магазин модной одежды. Да, может, даже не модной одежды. Можно просто какой-то любой одежды, вам это не по карману, как было в красотке. Да. Например. Ну, да, но у нас, со мной часто так бывает, ты заходишь, и почему-то эти продавцы сразу направляют тебя туда, где есть скидки. Ну, разве у меня на лбу написано, что у меня нет денег, да, прийти именно туда, как бы. И вот это вот нежелание выслушать меня или помочь мне решить проблему, он даже меня не выслушал. Это уже момент этики в бизнесе. Конечно, конечно. Дело в том, что, ну, как бы руководители или учредители компаний, они должны обучать свой персонал. Но вы знаете, это вот мы, как бы, немножко уже дотронули вопрос такой, что если идет речь об этике в бизнесе, то людей нужно обучать. А это в сегодняшний день очень дорогостоящее, да, как бы. И поэтому... И неблагодарное, потому что человека можно обучить, а он через год идет работать по конкуренту. Да, очень правильно, да. Поэтому, как бы, пожелание такое, что клиент, наших сотрудников нужно обучать, чтобы они правильно себя вели. Потому что, видите, вот вас этот момент затронул, например, меня, и он тоже затрагивает, как я захожу в магазин. И даже можно увидеть, в каких бутиках или в каких магазинах персонал обучен, совершенно другое отношение. Ты заходишь, там улыбка, ты чувствуешь, что о тебе заботятся, что тебя хотят помочь, да, как бы. И заходишь в следующий бутик, а там вот такое вот отношение. И уже как-то настроение портится, понимаете? Как вы считаете, опять же, как президент такого вот клуба директоров, каким образом необходимо обучать персонал, да? Каким образом набирать этот персонал, чтобы он был обучаем? Потому что не любой человек в наше время обучаем. Я не перестану говорить, что существует шапти-андиакасы, если их родители не внедрили, то сколько бы ты Гарвардов не окончил, ничего тебе в жизни не поможет. Но я почему-то уверен в этом. Вот как директорам набирать этот персонал? Как его обучать? Бить его? Или наоборот, пряникам поощрять? Сергей, прямо с утра. Вы знаете, вы полностью правы. Вы полностью правы. Это очень больная тема для любого бизнеса сегодня. Именно персонал. У нас нет кадров. При этом говорят, с одной стороны, что нет работы и нет абсолютно невозможно устроиться на работу. А с другой стороны, работодатели говорят, что нет кадров. Вот расскажите, что за проблема такая? Неужели здесь тоже этика? Люди приходят, понимаете, раньше людей воспитывали еще начиная со школы, да? По поводу того, что, ну, как бы материальная часть, она важна, но нужно сначала что-то сделать, что-то отдать, а потом получить. Сегодня же, я так понимаю, что вот это прививается еще со школы, с наших учебных заведений, да? То есть, этому людей не учат. Им не дают фундаментальных, элементарных знаний, человеческих. Их не учат общаться. Один тренинг по общению, он стоит 5 тысяч лей, да, как бы, чтобы его обучить. И не факт, что он с первого тренинга начнет общаться, потому что нас учат говорить, но нас не учат общаться. Это очень важный элемент в любом бизнесе, особенно там, где существует продажа, да? Потом нам нужны люди, которые, например, хотя бы немножко, ну, не немножко, но нужно знать фундаменты экономики. Вот это мы бы учили в школе, понимаете? Люди приходят, они не знают, откуда в компанию приходят деньги. Они не знают, что такое налог. И когда ты им начинаешь давать зарплату, ты договариваешься об одном, а потом учитываешь налоги, там начинаются капризы, да? Они не знают элементарных вещей по поводу того, как считается площадь окна, например, понимаете? Это задача второго класса. И поэтому, конечно, мы, как предприниматели, когда к нам приходят вот, ну, волнами, так скажем, такие вот люди, мы начинаем очень сильно расстраиваться, потому что мы начали сейчас говорить об этом. Его обучить всему этому это уйма времени, уйма денег. А он нам должен давать продукт, ведь он хочет зарплату. Получается, что он идет в высшее учебное заведение, он там платит контракт, он там только учится чему-то, а к нам он приходит, мы его должны обучить, мы ему должны давать зарплату, мы им должны за него платить налоги. Вот это вот реальная проблема. Как выйти из этого замкнутого круга? Об этом мы узнаем сразу. Хочешь работать? Иди и работай. Спасибо себе. А я этим и занимаюсь. Через 30 минут встретимся и ответим еще на некоторый важный вопрос. Об этике в бизнесе. Сегодня мы общаемся вместе с нашей гостьей Натальей Гудима. Она президент клуба, директоров «Технология успеха». Все-таки как, что вы посоветуете, да, как подбирать этот персонал, как его обучать, какие механизмы сегодня есть именно в русле этики в бизнесе? И кто такие этичные бизнесмены, так как тема у нас этика в бизнесе. Хорошо. Я вернусь к персоналу, раз вы мне задали вопрос. Ну, во-первых, нужно нанимать тех людей, которые вот один из критериев, что он будет потом хорошо работать, это желание его обучаться. Например, когда мы набираем персонал, у нас есть специальный тест, где мы его пять раз спрашиваем про то, насколько он сильно хочет измениться, улучшиться и готов ли он обучаться. Какие бывают реакции, простите? Вы знаете, реакции бывают самые разные. Люди пишут то, что они уже обучились 12 лет, и им это не надо. Некоторые, ну, конечно же, врут, потому что когда приходит время обучаться, они просто находят тысячу объяснений, почему они не могут остаться обучиться, у людей очень большой заряд на обучение, на слово обучение. Они, когда слышат слово тренинг или семинар, то есть они, о, боже, только нет. Почему? Потому что 10 лет учили, 12 лет учились в школе, 5 лет в университете, и слово обучение, экзамены или тому подобное вызывают не совсем приятные эмоции. Но они хотят работать, деньги зарабатывать. Ну, так а для чего они 17 лет учились? Правда, вы сейчас, ну... Так это, наверное, не их, наверное, как-то система образования, если бы это все было интересно и увлекательно. Мы с другим экспертом обсудим, да. Это так, вы полностью правы. Дело в том, что людей вот по этому критеру, если они хотят обучаться, его еще можно изменить. Да, мы уже готовы. Другого выхода у нас сейчас на данный момент нет. То есть мы готовы их обучить, но они не хотят обучаться, понимаете? А другой момент того, что, конечно, нам было бы намного-намного легче, если бы нам эти кадры, вот начиная с системы образования, то есть они бы спросили, они же для нас готовят кадры. Мы есть сегодня та экономика, о которой говорят. Бизнесмены, бизнес-сообщество, да. То есть нам готовят любое учреждение для нас, людей, понимаете? Так они бы пришли и спросили, ребята, что вам надо, как мы? Мы их не клиенты, получается, да? Они же не спрашивают, они же готовят тоннами этих экономистов и юристов, которые, ну, мы видим эффект от этого обучения. То есть если что-то в какой-то области идет неправильно, значит, изначально что-то делается неправильно, понимаете? Если я готовлю какой-то торт, и он у меня не получился, значит, либо технология приготовления этого торта неправильная. Либо руки неправильные. Либо, ну, либо у меня не хватает обучения, правильно, вы говорите. Либо рецепт неправильно дан, понимаете как? То есть что-то идет не так. И вот этот вопрос, как бы мы пытались вот нашим клубам, да, мы писали письма в министерство, чтобы они услышали нас по поводу того, спрашивайте, что нам надо. Сегодня нам нужны те же, например, ладно, инженеры, но нам нужны просто рабочие. Люди, которые там, например, могут держать хотя бы дрель в руках, их нету, у нас все экономисты и юристы, понимаете? А люди, которые делают продукт, которые собирают мебель, которые собирают окна, которые работают на стройке, это же самоучки. Сейчас не модно учиться в СПТУ, понимаете как? А ведь эти люди нам нужны. Вот это вот проблема. Они нужны. Да. По поводу этики в бизнесе, конечно же, начинать нужно бизнес. Это очень сильная, мощная сила в любом государстве, да. И если поменять менталитет тех же бизнесменов, то, конечно же, они могут влиять как минимум. У кого-то 10 сотрудников, у кого-то их 20, у кого-то их тысячу, да. Если он меняет свой менталитет, если он уже понимает бизнес по-другому, конечно, он начинает менять действия в своей компании. То есть мы на нашем клубе это и делаем. То есть мы, конечно же, собираем людей на семинары, на тренинги, на клубы, на вечера, на круглые столы, да, как бы, и доносим до них идею того, что, ну, что правильно и что неправильно. И есть люди, которые с этим соглашаются, как-то просто они разбросаны по всему обществу. Но когда человек приходит, и мы находим то, что мы думаем одинаково, мы остаемся друзьями, мы делаем красивые дела вместе, да, как бы. Ну, вот так мы можем это поменять. Наталья, у меня вот такой план на вопрос. Вот как вы считаете, да, в, опять же, в нашей теме, да, в спектре нашей темы, хороший парень, говорят, это не профессия. Вот, да, вот относительно этики, хороший парень, это профессия. Потому что, ну, мне кажется, что иногда хорошего человека, да, может быть, который не все знает, опять же, основываясь на ваших словах, что нужно всегда обучать и нужно всегда обучаться, может быть, лучше обучить этого хорошего человека, чем он приходит плохой, да, гнилостный, гадкий, с пятью образованиями, и ничему учиться не хочет, и развалит тебе весь бизнес. Ну, профессионал. Ну, профессионал, да. Ну, если он профессионал, метод, да? Вот, вот. То есть хороший человек, которого можно обучить, или профессионал? Хороший парень, это профессия или не профессия? Лучше хорошего парня. То есть чистая бумага, на нем можно нарисовать, что ты хочешь, смоделировать, как ты хочешь. А если он приходит, у него пять образований, иногда вот это его мышление очень тяжело поменять. Если человек не хочет меняться, ты его не поменяешь, ты ему ничем не поможешь. И здесь вы полностью правы. Но, конечно, хороший парень, что такое, я не знаю, что вы понимаете, он нравиться всем, конечно, не будет. Потому что если он дает продукты, если он делает звонки, если он продает, то, конечно, рядом будут те, если они есть в компании, и он не нравится, они его будут там опускать, обесценивать и все тому подобное. Да, как бы. Мы обычно на образование вообще сегодняшнее не смотрим. То есть мы берем человека по критерию. Если он хочет обучаться, меняться, если я даю ему какой-то ситуации на интервью, я вижу, что он быстро из нее как бы выходит, находит решение. Потому что что такое продуктив, человек, которого мы ищем, продуктив от слова дает продукт, да, и он видит ситуацию какую-то, он видит решение в этой ситуации, он делает это сам, без того, чтобы я, как руководитель, его бы толкала. Сзади, понимаете, то есть есть люди инициативные. У нас еще есть такая поговорка, что инициатива наказуемая. Ничего подобного. Люди, которые приносят пользу, они везде нужны. Понимаете? Они везде нужны. Другое, что наше государство, ну как-то вот сегодняшнее общество, из-за того, что таких, такие люди, они как бы на фоне таких людей видны те, которые ничего не делают, их начинают обесценивать, подавлять и как-то вот абстрагировать. Да, понимаете? И, конечно, они теряют энтузиаст. Ну, например, у нас в компании мы этого не делаем. У нас есть люди, у которых есть результаты, мы наоборот их поощряем, как говорите, мотивация. Потому что, опять же, берем, исходя еще из того, какая у человека мотивация. Если у него мотивация только деньги, там есть тоже вопросы в нашем тесте, и если он пять раз отвечает, что он приходит в нашу компанию только ради денег или потому что мы находимся рядом с его домом, это не очень хороший показатель. Мотивация. Да. А Анна, кстати. В двух минутах ходьбы. Ну, я как бы не делаю, но это не означает самым главным критерием, но когда люди только на это отвечают, вот если приходит к нам сотрудник, он говорит, я хочу у вас работать, потому что у вас в объявлении было желание помочь людям. Понимаете как? Это уже другая мотивация. То есть он приходит. У кого такие, которые отвечают на вопросы, я хочу работать просто. Знаете, есть, потому что у нас в объявлении это написано, если вы хотите помочь людям, то вы в нашей команде, ну, сживетесь, так скажем, да? То есть это очень хороший показатель, потому что человек, он приходит, он будет обучаться, он станет хорошим консультантом, потому что он реально хочет услышать этого человека, понять, чему ему нужно в его проблеме и решить ее. Но самый интересный факт, что абсолютно у каждого человека есть природные данные помогать другим. Ну, мало кто об этом знает. Абсолютно в каждом. Абсолютно в каждом. И его даже можно к этому побудить. Да, то есть если правильные данные ему давать, если это поддерживать, если увидеть, что он хотя бы раз помог кому-то, и ему бы дали подтверждение на вот это вот действие, то он начинает, у него глаза зажигаются, он это будет чаще делать, понимаете как? Ну, конечно же, есть люди, о которых сказал Сережа, что они 5 образований, и такие они немножко вредненькие. То есть они свои знания используют больше на деструкцию, больше на разрушение, да? Они такие есть. Ну, например, у нас в компании люди проходят обучение, знают очень много данных про таких людей, и когда такая личность появляется, они же с директором себя как ведут? Они же ведут по-другому, они сидят, и его очень тяжело увидеть. А в компании с сотрудниками они раскрываются. И вот, ну, как бы... Показывают себя во всей красе. Да, знаю. Наталья, вот в завершении нашей беседы, потому что время, на самом деле, эфирное у нас пролетело очень быстро, может быть, три совета от вас, чтобы подытожить все. Вот как настроить механизм нашего бизнеса, чтобы он работал именно в условиях этики? Вот какие советы вы бы дали? Ну, первое, первое, я обращаюсь к учредителям бизнесов, чтобы они поняли, что ихняя миссия, если они взяли за это дело, это очень ответственное дело, да? Это то, чтобы они поняли, что они делают бизнес не только ради денег, они должны сначала решить проблему клиентов, каждый в своей сфере. А деньги – это лишь только обмен, который они требуют, взамен того, что они предложили клиенту. Думать о людях, думать о том, что получит человек. Да, заботиться о людях, давать им то, что им надо, и не обманывать их. То есть это будет один из советов. Второе, я, конечно, бы обратилась и к нашему государству, желание помочь нам, то есть услышать нас, какие нам кадры нужны, и это подготовить нам. И плюс на налогообложение. Ну и третье, конечно же, желательно, чтобы наши контролирующие органы услышали бы нас, пришли бы, спустились немножко и пообщались, ведь мы тоже ихние клиенты. Да, мы им платим налоги, да, мы делаем все, что как бы нужно, но иногда законы, они просто не поддерживают этичных людей, понимаете, они их травят, душат. И делают из них не этичных. И морально ты просто опускаешь руки, и не хочется ничего творить. И получается, что хорошие люди уезжают за границу с хорошими бизнесами, то есть они закрываются, и остается то, что остается. Большому сожалению. А стоит только отредактировать законы налогового? Да, верно. Стоит прежде всего отредактировать не только закон о налогообложении, а отредактировать свое общее существование в рамках данного государства и начать думать не только о себе, а о том, кто находится рядом с тобой. Рядом с тобой. Да, в данный момент, или вообще в принципе в твоей жизни. Спасибо вам огромное за эту утреннюю беседу. От нашей программы мы дарим вам для хорошего настроения баночку ароматного кофе Якобс. Спасибо большое. Вы хорошие дела делаете. Мы сейчас делаем еще одно хорошее... Очень хорошее. Очень хорошее дело, да? Да, да. Мы подарим вам замечательную песню новую от Дары. Музыкальная пауза продолжит наша программа. Оставайтесь с нами. Музыкальная пауза продолжит